Пойдем дальше. И теперь смотрите. Мы всех вспомнили. Железово вспомнили. Матвея вспомнили. Вы все вспомнили. Вопрос, Елена Александровна, смотреть в глаза. Вы бы взялись за это дело? Ну, естественно, 100 миллионов на дороге не валяется. Только что это. Пока они виртуальные. И никто никогда вам их не даст. А мечтать-то не вредно. Я пытаюсь обосновать ваше будущее. Это начало команды. Это не без... Может, кто-то вам не понравится. Не сойдетесь в этим, как говорят, с характерами. Потому что вы начальником будете. Крутым таким. А у вас же много своих знакомых, друзей. Я вам покажу ваши фотографии ниже. Такой компания авторитетная. О, дух захватывает. Почему не годятся прежние ученые? Ответ мой. Нужна мобильность, коммуникабельность. Нужен и фанатизм. Вот. Никто из Европы не приехал так ко мне. А ехать-то что, пару дней на Москва-Абакан или там поезд. Или там несколько часов на самолете. Никто не приехал. Я их не упрекаю. У них денег нет даже на это. Вот. Поэтому ясно. А откуда возьмутся эти миллионы, чтобы взяться? Ну, извините, в Вологду надо ехать. Вот. Я не говорю, что на этом акцент. У меня таких, к примеру, ну, с полсотни, сто. Да? Вот таких вот. И везде надо ехать. Это действительно фанатизм. И не просто приехать, а сказать, дорогой Алексей, вот вам это самое, 10 тысяч, дветочку срезан. Не 150, как у меня. Вот. А любые деньги, чтобы это. Вот видите, я перевожу все уже на коммерцию. Без этого никуда. Идем дальше. Я попытаюсь. Ну, Нобелька, конечно, привлекает. Но еще раз говорю, без денег Нобелька вам не видать. Я даже хотите, я вам предскажу ваше настоящее будущее. Вы с моей помощью вырастите такой же питомник, как у Железовой, будете торговать саженцами. Вы не пропадете, потому что у вас бешеная, это, как ее назвать, бешеная трудолюбие, да, вот, у вас технология Железова, многие сорта будут от Железова, и так далее. Поэтому себя там обеспечьте. А вот как все равно обеспечить? Если кто-то поможет взять там, или начнется с нуля, гектары земли, охрана, овчарки, вот, потому что все это должно стать национальным достоянием. модно же выпилил, вот такое основание с черешней выпилил. Ну, никто не чихнул, даже не знает, что он это сделал. У него это черешня, 15 метров в высоту, вот такой, у меня есть фотография, по 7 метров на метр. Вот, вот так. Размеры, да? Вот, половины 400, еще сейчас, сказать, не мало. Вот. Вот, то, что мы имеем, и это. А почему я говорю, до кого я стараюсь все это рассказывать? Вот. Не знаю. Может, до той девочки, которую взяли, чай подавать, а, а все-таки, замминистра, она может многое, правильно? Вот. Теперь давайте посмотрим сюда. Это не все примеры. У меня такие интересные примеры есть. Так. Ну, понятно, что хоть вы, что хоть Юлечка Матвеева, что Сергей, и сейчас уже присоединившись к вам, как это была фраза, которая называлась, ну, короче, четвертая, Кузнецова, это самое, все вы, Катя, все вы прекрасно уже знаете, что отступать некуда, если отталкиваться, только вот от таких, вот, что такое коммуникабельность, то есть, транспортная, понятно, расходы, фанатизм, надо ехать по стране, что такое коммуникабельность, рассказываю про вас, может быть, не заметили, не успела приехать, несколько лет тут побыла, вот, а потом я от нее узнаю, Валерий Костич, а вот в Селемышках, вот там улица напротив, вот это вот, вот это вот участка, там живет женщина, по миле назвали, и сказала, у нее великолепнейшая, сладчайшая груша, и абрикос, я заревновал, я говорю, а от кого, она говорит, садоскала Джелезова, понимаете, но дело в том, что у нее будет еще одно поколение, она уже знает ее, уже дружит, вот все такое коммуникабельность, а Александр, Владимир Валерьевич, у него же не просто уникальный, я же вам показывал, что он умудрился, имея десяток уникальных сортов, самое главное, что сам сделал, он же роскошную черешню Боднера, привил на степную вишню, и получил результат, мельче, урожайнее, но это все ненадолго, а тут же рядом подвойная вишня, надо же это продолжать, а она уже знает, понимает, вот, а хуторе приходит ко мне очередной раз, и говорит, да вот на той улице, там такие сладкие эти груша, я не знаю, 100 метров, а 200 метров, такие абрикосы, дерево огромное, все абрикосы, откуда хозяева, сами не знают, это, она все, понимаете, все знает, вот она коммуникабельность, а и самое интересное, еще впереди расскажу, это я подвожу, долго-долго, потому что, ну, правда, когда от науки понадобится, что-то,